Здравствуйте! Вы смотрите программу «Город С» в студии Виктория Шары. И сегодня мы поговорим об имущественных налогах. В 63-м регионе завершилась рассылка налоговых уведомлений. И владельцы движимого и недвижимого имущества прекрасно знают, что до 1 декабря нужно заплатить налоги. Почему важно это делать вовремя? Как разобраться в квитанции, которую вам прислали? А также о новых способах оплаты налогов поговорим с нашими гостями. У нас в студии Голубева Татьяна Владимировна. Это заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области. И Попухина Татьяна Анатольевна, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области. В студии работает телефон прямого эфира, по которому вы, телезрители, можете задать все интересующие вас вопросы. Номер телефона 202-11-22. Татьяна Владимировна, Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. И хочу напомнить о работе бесплатного справочного телефона контакт-центра УФНС России, действующего на всей территории Российской Федерации. По нему можно получить информацию справочного характера, узнать о порядке рассмотрения обращений и работе интерактивных сервисов, разработанных налоговой службой в помощь налогоплательщику. Общий федеральный справочный телефон единого контакт-центра ФНС России 8800-222-2222. На сайте ФНС России представлены удобные электронные сервисы-помощники, которые охватывают все категории налогоплательщиков – физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые. И сферы их интересов позволяют получить новый спектр информации и услуг, дистанционно, без посещения налоговой инспекции, решить практически любые вопросы с налоговой инспекцией. И давайте приступим к нашему разговору. Вот все налоговые уведомления уже, наверное, удалось разослать. А, кстати, вот сколько их пришлось разослать по Самарской области? В этом году в адрес налогоплательщиков направлено 1 миллион 700 тысяч налоговых уведомлений. Из них в личный кабинет налогоплательщиков в электронном виде направлено более 900 тысяч. Также это новеллы текущего года еще через портал ЕПГУ направлены 14,5 тысяч налоговых уведомлений. И вот на сегодняшнее число буквально 73% налоговых уведомлений, направленных по почте, уже вручены налогоплательщикам. Ну и давайте проговорим, кому именно вручаются налоговые уведомления. Это владельцы квартир, домов, транспорта, еще кто? Ну, налогоплательщиками имущественных налогов являются те люди, на которых зарегистрированы транспортные средства, земельные участки и объекты недвижимости. Это квартиры, жилые дома, дачи, гаражи и так далее. Ну и налоговые уведомления получают не только взрослые, совершеннолетние, но и дети, да, в отдельных случаях. Скажите, пожалуйста, в каких ситуациях? Совершенно верно. Налогоплательщиками являются и несовершеннолетние граждане, если у них в собственности есть объекты. Оплачивают за них налог их законные представители. Это родители, опекуны, попечители. А в каких случаях налоговые уведомления не направляются налогоплательщику? Налоговые уведомления не направляются в том случае, если к уплате налога нет. Ну, если налогоплательщик, к примеру, освобожден от уплаты налогов, имеет право на льготу, и по результатам расчета к уплате у него налога нет. Либо если сумма налога к уплате менее 100 рублей. Ну, за единственным исключением, когда вот в текущем году, например, мы направляем налоговые уведомления за 2020 год, если мы своевременно их не направили, если сумма налога была меньше, независимо от того, какая сумма там, 20 рублей, 30 рублей, вот такие уведомления направляются уже по истечении трех лет. А вот если в этом году сумма налога меньше 100 рублей, налоговедомления не направляются. А как вы понимаете, что налоговое уведомление получено налогоплательщикам? Ну, налоговое уведомление, строго говоря, обратной связи от налогоплательщика не требуется, потому что если налоговое уведомление выгружено в личный кабинет, либо через портал ЕПГУ, оно считается врученным по факту выгрузки. А вот если направлено по почте, то уведомления направляются заказным почтовым отправлением, и по истечении шести дней они считаются врученными. Как выглядит налоговое уведомление, и какие пункты обязательно в него включены? Налоговое уведомление – это тот документ, который налоговый орган формирует по результатам расчетов. В налоговом уведомлении есть, помимо сведений о фамилии, имя, отчестве и налогоплательщика, есть сумма налога к уплате общая, есть срок уплаты, есть расчет по каждому объекту, разделен на блоки, расчет по земельному налогу, расчет по налогу на имущество физических лиц, расчет по транспортному налогу, ну и, естественно, есть платежный документ на уплату налога. А если, к примеру, налогоплательщик не согласен с тем, что написано в налоговом уведомлении, возможно, допустим, он уже продал машину, на которую пришел налог и уже там приобрел новый, а указаны обе машины, или указано старое, но там каким-то образом не фигурирует новое, ну или еще там что-то, допустим, там по количеству лошадиных сил, там же разная сумма налога рассчитывается, и у него, допустим, другая сумма, вернее цифра указана в ПТС, вот как ему быть? Ну, здесь, во-первых, надо понимать, что налог начисляется по истечению налогового периода, то есть в 2023 году налоговое уведомление направляется за 2022 год, то есть это надо помнить. Если вдруг действительно что-то в налоговом уведомлении указано некорректно, налогоплательщик может обратиться в налоговый орган, письменно, устно в любой налоговый орган прийти, обратиться через личный кабинет, как угодно, на сайте ФНС, есть тоже такой сервис, обратиться в ФНС. Всеми этими способами можно обратиться в налоговый орган, сообщить о том, что в налоговом уведомлении какая-то информация некорректна. Вот как только заходит речь о налогах, сразу это волнует абсолютно всех. У нас уже есть звонок телезрителя, давайте его примем. Слушаем вас, добрый день. Да, здравствуйте. Добрый день. Я бы хотел задать вопрос по поводу налогового на автомобиле российского производства 114 лошадиных сил, инвалидителя и лошадиных сил второй группы. 114 лошадиных сил? Да. Будут? А будут ли изменения? Вы хотите спросить, будут ли изменения? Да. Хорошо, спасибо. Да, действительно, сейчас льгота для таких транспортных средств для инвалидов не предусмотрена, потому что ограничения существуют по мощности транспортного средства. Льгота предоставляется в отношении транспортных средств мощностью до 100 лошадиных сил включительно. Ну, насколько я знаю, сейчас разговоры идут о том, чтобы предусмотреть не то чтобы освобождение полное, но вычет на определенную там сумму. Это что, значит, меньше будет сумма налога? Меньше, да. А в каких? Пока это сейчас только на уровне вот законодательных инициатив. Понятно, да. И звучат какие предложения? Это будет касаться инвалидов всех групп, всех трех групп или? Льгота предоставляется. Вообще сейчас льгота предусмотрена для инвалидов всех категорий. Поэтому и инициатива вот законодательная тоже для инвалидов всех категорий. А пенсионеру приходят налоговые уведомления на квартиру, на машину? Пенсионеры имеют право на льготу в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража. Вот если у пенсионеров больше объектов, тогда, естественно, они получат налоговые уведомления по налогу на имущество. По земельному налогу они также имеют право на льготу, там уже вычеты в размере стоимости 6 соток из налоговой базы. Ну, строго говоря, налоговая база уменьшается на стоимость 6 соток, все остальное облагается налогом. Вот если земельный участок до, один земельный участок, он до 6 соток, то полное освобождение. Если нет, то налог начисляется. По транспортному налогу те же самые ограничения, что и для инвалидов. Но пенсионеры еще, если инвалиды полностью освобождаются, то пенсионеры оплачивают 50%. Поэтому если транспортные средства больше, 100 лошадей, тогда льгота не предоставляется. А если до, то 50% льгот. Так, а на квартиры получается распространяется такое? Вот вы говорите, что если 6 соток нет, не обладается налогами, да? Если участок больше, то облагается. А что касается квартир, неважно там какой метраж, если единственная квартира в собственности пенсионера, он не платит за нее налоги? Совершенно верно. Неважно какой метраж, одна квартира, один жилой дом, один гараж. Причем если у налогоплательщика несколько квартир, то при расчете налога он вправе выбрать тот объект, на котором будет предоставляться льгот. И если он не выбирает, то налоговый орган выбирает этот объект самостоятельно. То есть при исчислении налога учитывается тот объект, по которому сумма налога исчислена больше. И на этот объект предоставляется льгот. И там, где сумма меньше, идет к уплате. Понятно. Еще один звонок телезрителя. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а когда придут налоговые уведомления на проценты по банковским вкладам? Этот раздел также включен в налоговые уведомления, то есть рассылка идет единовременно. Это не разные налоговые уведомления, это одно налоговое уведомление. Если у налогового органа есть об этом информация, то расчет проводится. И эти сведения уже включены в те уведомления, которые мы разослали в этом году. Опять же, говорим о том, что это все за 22-й год. На сайте ФНС есть промо-страница. Расскажите вот о ней, что это такое, для чего она нужна и чем она может помочь налогоплательщикам. Промо-страница, она ежегодно размещается, она подсказывает налогоплательщикам, что такое, в принципе, налоговое уведомление, как с ним ознакомиться, где можно посмотреть информацию о ставках и льготах по имущественным налогам, что, в принципе, содержится в самом налоговом уведомлении об объектах, то есть новшества все, которые в этом году применены при расчете налогов. Собственно говоря, это очень удобный такой сервис. Если не хочется никуда обращаться, просто посмотреть, там, в принципе, все доступно. Есть налоговый кабинет налогоплательщика. Там можно зарегистрироваться, не регистрироваться. Вот скажите, в чем его преимущество? Удобнее он, неудобнее, как в использовании? Ну, личный кабинет налогоплательщика – это, безусловно, очень удобный сервис, который позволяет любому налогоплательщику, не выходя из дома, узнать абсолютно все, что касается налогов в отношении него лично. То есть узнать, как вот сейчас было рассказано о налоговом уведомлении, там, безусловно, полностью информация содержится, то есть посмотреть, какие объекты налогообложения. Если человек не согласен, как вы уже вот упоминали, то, что там по каким-то моментам с исчисленными налогами, также он может увидеть всю подробную историю в личном кабинете. Ну и, безусловно, личный кабинет – это очень хороший помощник для того, чтобы узнать об имеющейся задолженности. То есть если вдруг человек не заплатил налоги в срок, то, конечно же, он тоже увидит это в своем личном кабинете. Также там есть возможность обратиться в налоговую инспекцию, то есть направить обращение напрямую из своего личного кабинета на сайте, также не выходя из дома. Можно оплатить налоги, то есть получив налоговое уведомление, оплатить их можно через личный кабинет. Это очень удобный сервис, и уже достаточно большое количество жителей Самарской области пользуются этим сервисом. И, собственно, мне хотелось бы, чтобы те слушатели, которые нас сегодня слушают, тоже меня услышали и все-таки попробовали подключиться к личному кабинету. Причем сделать это достаточно просто. То есть можно прийти в налоговую инспекцию, любую, которая вам удобна по месту расположения, то есть ближе к вашему дому с паспортом. Делается это однократно. Вы получаете личный, получаете код доступа, личный пароль, который потом меняете на свой, и успешно пользуетесь личным кабинетом. Ну а если, допустим, код доступа, пароль человек забыл, зарегистрировался, допустим, заплатил налоги, прошел год, и он понимает, что он уже не помнит, как попасть в личный кабинет, что делать? Для этого, наверное, стоит еще раз обратиться в налоговую инспекцию, также с паспортом, и пароль будет восстановлен. А еще есть такая замечательная возможность подключиться к личному кабинету через единый портал государственных услуг. То есть со своим паролем и кодом доступа к единому порталу госуслуг, зайдя на сайт Федеральной налоговой службы, там есть такая ссылочка, зайти в личный кабинет через портал госуслуг. Ну, я думаю, пользователей госуслуг у нас уже очень большое количество. И каждый из них может зайти в свой личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Срок оплаты налогов истекает 1 декабря, да, до этой даты нужно заплатить. Если этого не произойдет, какие меры в отношении налогоплательщика примет налоговая служба? 1 декабря, да, это единый срок уплаты имущественных налогов на всей территории Российской Федерации. Ну и в двух словах сказать, какие меры. Это наступит процедура принудительного взыскания долга. То есть после 1 декабря у гражданина образуется долг по налогам. Начиная с этой даты, то есть после 1 декабря, начнут считаться пени. Пени – это дополнительная денежная сумма, которая считается на налог, которая является компенсацией потерь бюджета за то, что деньги своевременно в бюджет не поступили. Ну и безусловно, предусмотрена законом такая процедура, как уведомление налогоплательщика о долге. То есть мы направляем требования налогоплательщику. Требования – это документ, который уже не содержит подробной информации об исчисленных налогах, в отличие от налогового уведомления. В требовании указывается сумма долга по налогам, сумма начисленных пени и указывается о том, какие меры принудительного исполнения налоговой обязанности будут приняты налоговыми органами. После того, как мы направили требования, мы безусловно даем налогоплательщику время на его исполнение. Это, как правило, не менее одного месяца. И только по истечении этого времени мы приступим непосредственно к процедуре принудительного взыскания, а именно обратимся в суд за взысканием долга. А как долго ждать, скажем так, дополнительной от вас информации? 1 декабря прошло, со 2 декабря как-то начинает начисляться пение или еще как-то? Пени же они же тоже за какой-то определенный период времени должны быть начислены. То есть, наверное, не со 2 декабря все-таки, да, Павел? Со 2 декабря. А, или они, получается, на весь год будут начислены или как? За весь период, пока налог не уплачен, то есть вот 1 декабря срок уплаты, налог не уплачен, и начиная со 2 декабря и по день фактической уплаты пени будут считаться. А не на каждый день просрочки? Каждый день просрочки, да, совершенно верно. То есть, это, по сути, дополнительные финансовые издержки, которые несет налогоплательщик. Здесь никаких послаблений, вот, к сожалению, нет. Ну, традиционным способом налоговые уведомления вручаются через почтовый ящик. Сейчас, как мы с вами уже проговорили, да, есть у нас налоговый кабинет. Понятно, что если человек зарегистрирован в налоговом кабинете, наверное, в почтовый ящик ему уже не присылают налоговые уведомления? Да, все верно. Дублирование налогового уведомления на бумаге не предусмотрено, если налогоплательщик не заявил об этом. То есть, если он не выразил своего желания, в личном кабинете можно направить в адрес налогового органа сообщение о необходимости дублирования налогового уведомления на бумажном носителе. Это, в принципе, это ни к чему, по большому счету, потому что это совершенно два абсолютно одинаковых документа. Они имеют равнозначную силу. Если, конечно, кому-то есть у нас еще такие налогоплательщики, которые все-таки хотят получить на бумаге, но основная масса получает в электронном виде в личном кабинете. А если, к примеру, у человека не зарегистрировано в личном кабинете налогоплательщика и по почте не получил уведомления, может ли он считать, что его совесть спокойна и ничего он государству не должен? Не прислали же? Ну, как я уже говорила, налоговое уведомление направляется заказным почтовым отправлением по адресу регистрации налогоплательщика по месту жительства. И по истечении шести дней оно считается врученным, поэтому если налогоплательщик не пойдет и не получит налоговое уведомление, это не значит, что у него 1 декабря не возникнет обязанности по уплате налога, и со второго не будут начисляться пень. То есть если есть объекты налогообложения, за налоговым уведомлением нужно пойти и получить его тем способом, который налогоплательщик заявил для себя. То есть если он не обращался в налоговый орган для получения в электронном виде, значит по почте. Если налоговое уведомление не получено, то целесообразнее все-таки обратиться в налоговый орган, в любой, абсолютно любой, который территориально ближе. Копию налогового уведомления можно получить не только в налоговом органе, можно еще получить через МФЦ. Правильно ли я понимаю, что уведомления в основном вот тремя способами получают, это по почте, в личном кабинете налогоплательщика. Можно же еще и через госуслуги, не будучи зарегистрированы в кабинете налогоплательщика. Или все-таки надо и там, и там быть зарегистрированы, чтобы на госуслугах тебе прислали квитанцию? Для того, чтобы получать налоговое уведомление через портал ЕПГУ, это вот новшество этого года, буквально с 1 июля это заработало, не обязательно быть зарегистрированным в личном кабинете. Можно получать уведомление только через портал ЕПГУ. Направить в адрес налогового органа уведомление, оно, кстати, направляется только через портал ЕПГУ, подписать его через госключ и получать налоговое уведомление на портале. Там же и оплатить можно. Ну и давайте все-таки проговорим с вами, для чего, собственно, нужно платить налоги. Какую цель-то преследует государство. Понятно, что в основном, конечно, все об этом знают, но лишний раз в качестве профилактики проговорить, наверное, стоит. Ну, безусловно, налоги формирует бюджет Российской Федерации в первую очередь. А бюджетные деньги у нас в первую очередь направляются на содержание наших дорог, на благоустройство наших территорий, на содержание детских школ и садов, зарплату учителям. Наверное, каждый гражданин Российской Федерации должен понимать, что, уплатив налог, это его небольшой вклад в развитие нашей страны. Поэтому налоги платить важно и нужно. Ну и не уплатив налоги, конечно, для каждого гражданина создаются определенные неприятные последствия. Но об этом, наверное, уже другой разговор. А расскажите, ведь в отдельных случаях приходит и СМС-уведомление налогоплательщикам о том, что вот он не заплатил вовремя налоги. Когда это, в каких ситуациях именно через СМС, в каких, может быть, по другой схеме там вы действуете? Да, действительно, у нас законом, а именно налоговым кодексом Российской Федерации, предусмотрены возможности информирования налогоплательщика об имеющейся задолженности, то есть о том, что налоги им не уплачены. Такое информирование производится исключительно с согласия налогоплательщика. То есть для того, чтобы получать СМС-информирование, либо соответствующую информацию о долгах налоговых по электронной почте, необходимо предоставить такое согласие. Согласие представляется также в налоговую инспекцию. Его можно также предоставить не только лично, но и через личный кабинет налогоплательщика. Соответственно, в согласии указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер телефона, если волеизъявление информировать, получать информацию по телефону, либо адрес электронной почты. И, получив такое согласие, налоговый орган информирует о долге. Здесь я хочу сказать, что мы не бываем навязчивы. Мы по закону имеем право информировать не чаще, чем один раз в квартал. Поэтому, безусловно, это удобно. Потому что ситуация в жизни граждан бывает разная. Ведь кто-то не просто умышленно не уплачивает налоги. Могут быть какие-то сложные жизненные ситуации, операция, либо какая-то длительная командировка, какие-то иные случаи. И когда придет смс с напоминанием о том, что образовался долг и налог нужно уплатить, я думаю, это будет очень удобно, такое напоминание. Поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше наших граждан все-таки изъявили свое согласие о получении такого смс-информирования от налоговых служб. Вы как раз затронули тему, о которой я хотела поговорить. Ситуации действительно бывают разные. А если, допустим, человек потерял работу или снизился его уровень дохода, и тут как раз наступило 1 декабря, и нужно платить налоги, а ему бы тут на продукты бы найти денег. Вот как быть в этой ситуации? Накапливать долги? Ну, ситуации действительно бывают сложные, жизненные. И порой бывает и сумма налога достаточно серьезная, которую сложно уплатить единовременно в срок 1 декабря. Я думаю, здесь не стоит ждать даты 1 декабря. Можно заранее, получив налоговое уведомление, его же заблаговременно рассылают, задуматься над этой ситуацией. И для понимания я хочу сказать о том, что у нас есть такой механизм, как отсрочка или рассрочка уплаты налогов. Этот механизм также установлен законом. И для физических лиц, для граждан основание одно, то, что имущественное положение гражданина не позволяет единовременно уплатить налог. То есть единовременно в срок 1 декабря. Поэтому можно обратиться к нам, непосредственно к нам, в управление Федеральной налоговой службы по Самарской области, с заявлением. Заявление это подается в электронном виде, опять же, через личный кабинет. Почему, опять же, необходимо подключиться к личному кабинету. С 2023 года такая норма закреплена в налоговом кодексе, что только в электронном виде. То есть подается заявление об отсрочке или рассрочке, и мы можем предоставить либо отсрочку на 1 год, то есть это единовременная уплата налога спустя год, либо рассрочку. Это поэтапная уплата налога в соответствии с графиком. Причем рассрочка может быть предоставлена до 3 лет. Но здесь нужно понимать, что заявитель, который к нам обращается за получением отсрочки либо рассрочки, должен уведомить нас о том, что возможность уплаты налога появится в тот период, когда он будет пользоваться отсрочкой или рассрочкой. Например, сейчас человек потерял работу, но у него уже есть перспективы, и спустя, например, 3 месяца, полгода у него появится работа, и будет возможность исполнять все обязанности по графику предоставления отсрочки. То есть это очень удобный механизм, и я хочу сказать, что к нам обращаются люди, и это помогает найти выход из каких-то сложных жизненных ситуаций. А он должен каким-то образом подтвердить то, что он потерял работу или там снизился его доход, или достаточно просто письменного обращения через личный кабинет? Нет, письменного обращения, конечно же, недостаточно, и человек должен подтвердить, что он потерял работу. Ну, во-первых, нам предоставляются справки, это справка 2 НДФЛ, конечно, мы тоже располагаем этой информацией, но, как правило, заявитель такую подтверждающую информацию предоставляет справку от работы дателя о том, что у него прекращен служебный контракт, ну, либо какие-то трудовые отношения с работодателем, прошу прощения. Также нам заявитель, тот, который претендует на отсрочку, должен предоставить информацию об имеющемся у него имуществе, о том, что у него действительно недостаточно каких-то активов, имущества, то есть ему даже нечего продать, чтобы погасить налоги, потому что ведь ситуация бывает такая, что налог действительно очень большой. Ну да, если это какой-то дорогой автомобиль, да, и количество лошадиных сил такое серьезное. Ну, дорогой автомобиль, наверное, человек приобретает, понимая, что ему нужно платить большой налог, а вот, например, получив имущество в наследство, получив имущество в дар от какого-то там неблизкого родственника, возникает большая сумма налога, то есть как бы хорошо получать хорошие подарки, но понимать, что за них надо платить большие налоги, то есть когда такое понимание складывается, да, ну, наверное, вот здесь отсрочка как раз и поможет. Или действительно, когда человек лишился работы. Какие инновации сейчас используются в области налогообложения? В этом году у нас при расчете налога на имущество применена новая кадастровая стоимость. В прошлом году прошел очередной тур кадастровой оценки, и вот стоимость эта кадастровая по объектам недвижимости применена в этом году, поэтому для кого-то, возможно, сумма налога будет больше, кому-то приятным сюрпризом будет то, что сумма налога у него уменьшена. Она изменилась по разным областям, не областям, а по районам. Она изменилась в разные стороны, поэтому для кого-то это будет приятным, возможно, даже сюрпризом. Ну, вопросы, которые касаются налогообложения, они могут быть самыми разными, да, и выходить за рамки той темы, которую мы с вами сегодня обсуждаем. Может быть, наоборот, там налоговый вычет человек хочет оформить или еще что-то. Вот куда лучше обращаться? Как вы рекомендуете? Какие варианты есть у людей? Ну, в любом случае, налогоплательщику для оформления какой-то льготы нужно обратиться в налоговый орган. Сделать он это может, опять же, направив письменное обращение по почте. Самый удобный способ – это личный кабинет. Можно обратиться через сайт налог.ру, там обратиться, сервис есть, обратиться в ФНС, точно так же сообщить нам об этом. Мы проведем мероприятие все по поводу применения этой льготы правомерности в той или иной степени. И если подтвердиться, то да, применим, пересчитаем, сообщим об этом налогоплательщику. А вот многие люди не любят читать, и они хотят личного общения, чтобы им человек прям ткнул пальцем там в какую-нибудь бумажечку, что-то объяснил, ну, вот такой вот личный контакт. Вот в таких случаях куда приходить? У нас во всех инспекциях работают оперзалы, во всех налоговых инспекциях. Ну, наверное, адреса налоговых инспекций, ни для кого не секрет, они все размещены на официальном сайте Федеральной налоговой службы. А определенная служба, которая работает с налогоплательщиками, специалисты этой службы помогут каждому, кто обратится в налоговую инспекцию. Я согласна, личный контакт, он всегда востребован. И порой проще бывает понять, что от тебя хочет налоговый инспектор, когда ты с ним напрямую поговоришь. Поэтому можно обратиться в любую налоговую инспекцию. Ну, и мы с вами так долго говорили о том, что платить налоги нужно. А вот как это физически сделать лучше? Вот какие способы прямо вот оплатить налог существуют? Ну, физически сделать это достаточно просто. Во-первых, у нас на официальном сайте Федеральной налоговой службы реализован сервис оплаты налогов и пошлин. То есть там очень удобно оплачивать буквально там с нескольких кнопок. Также оплатить налоги, как всегда, можно из личного кабинета. Когда мы рассылаем налоговое уведомление, либо требование об уплате задолженности, у нас приложен платежный документ с QR-кодом. То есть можно из приложения любого банка заплатить по QR-коду, который на соответствующем платежном документе, приложенном к нашему уведомлению или требованию. Всегда остается традиционный способ похода в отделение банка. Но, безусловно, все больше и больше людей пользуются электронными сервисами, поэтому оплатить налоги очень просто. И причем налоги, конечно же, все платятся без комиссий, без каких-либо удержаний за услуги банка. Татьяна Анатольевна, Татьяна Владимировна, я благодарю вас за очень содержательную беседу, но, к сожалению, время нашей программы истекло. Спасибо вам большое за то, что были с нами и задавали эти вопросы. Это была программа «Город С». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова